У нас вопросы и ответы, поэтому ваш вопрос звучит таким образом. Вы сказали, что микробиом является органом. Почему это так? Да, в 2008 году у нас начался проект, который называется «Микробиом человека». То есть мы пока занимались генами, у нас в теле есть клетки, каждая клетка имеет ядро, в ядре у нас гены. Мы знаем, геном человека есть. А теперь мы говорим о том, что есть еще микробиом, 2-3 килограмма микрофлоры, который в нас живет. И уже, вы извините, 2-3 килограмма – это даже больше, нежели вес почек, например, двух. И мы говорим, что это орган, который фактически определяет нашу жизнь. То есть у нас есть и клетки микроубы, и клетки тела. Гены есть у клеток тела, гены есть у нашей микробной клетки. То есть у нас есть геном микробиома. Вот такая теперь интересная штука у нас открылась. И генетики могут определить нам теперь, какие по генетике микроорганизмы у нас присутствуют в теле. Мы это можем с вами сделать исследование. Мне часто задают вопрос, а какое мне исследование провести? Мы, конечно, с вами определяемся по проблемам в теле, которые есть. Мы уже говорим, либо это нам надо стафилококки определить, то есть бактериальную группу, либо нам нужно определить грибковую группу. То есть это зависит от клиники как бы что. И вот микробиом человека – это новый орган, который находится у нас на всем теле. Работает с микробиомом у нас лимфатическая система, которая регулирует численность микробиома. То есть мы все получаем 2 килограмма, 60 килограммовый человек от своей мамы. Почему это от мамы? Потому что та же самая кандида перейдет, вот мы с вами смотрим, это называется мицелий дрожжевого гриба кандиды, который находится в плазме. Как он тут у нас оказался? Произошла ситуация, когда размножившийся микробиом в кишечнике при плохой переваривающей способности желудка и кишечника допустил увеличение количества микробиома. То есть есть нормальное количество, есть тогда, когда тело перестает регулировать количество, их увеличенное количество. То есть мы говорим, микробиом даже в количественном плане в килограммах увеличился, да? И если становится его много, ему уже на кишечнике еды не хватает. Он делает дырки в кишечнике, язвочки, эрозии, свищи, и проникает в кровь, ибо в крови находится вся таблица Менделеева. То есть детки микрофлоры кишечника, если это простейшая, то трофозоиды личинка простейшая, да? Личинки гельминтов, бактерии проникают в плазму крови, она для них среда еще лучше, чем в кишечнике. Никаких тебе агрессивных факторов, особенно если у нас здесь отсутствуют иммунные клетки, которые поедят этот мицелий, да? Поэтому на слабости иммунитета микробиом начинает у нас увеличивать территорию своего взаимодействия. И из органа, который у нас на коже, количество микрофлоры в легких, в кишечнике, у нас еще территории. И так и называл доктор Эндерляйн, который открыл эту всю микрофлору наиболее полно, показал миру, он так и говорил. Это поле игры или поле битвы нашей микрофлоры, плазма нашей крови. Поле битвы за еду. За что мы в этой жизни боремся? За еду, да? И вот они тогда становятся уже нашими постоянными, большое количество постоянными ребятами, которые забирают у нас железо, витамины, минералы. Мы можем сколь угодно добавлять витамины, минералы, железо, они все равно скушают. То есть всегда важно, если нет дисбиоза, мы это называем, или синдрома повышенной кишечной проницаемости у нас, то у нас с вами все идет на нашу пользу. Если у нас микробиом увеличился в количественном плане, потому что много еды, непереваренная пища, то тогда мы будем с вами работать на свой микробиом, его кормить надо. И тогда сколько бы мы не добавляли с вами витаминов, минералов, это все будет поедаться. Если она в кровотоке находится, вот иммунная клетка, и эта иммунная клетка либо у нас микрофлору убьет, либо не убьет. То есть периферическая кровь в пальчике покажет нам наличие микроорганизма в плазме крови. В норме желчь, сок желудочный, сок кишечный регулирует численность нашего микробиома, не допуская воспалительный процесс и попадания микрофлоры в кровь. Если нарушается дискинизия желчеводящих путей, заброс желчи в желудок, снижение желудочного сока, накопление микробиома в кишечнике, кишма кишит, значит у нас нарушается с вами и состояние любой клетки тела. Мы говорим, возникает заболевание. На одну клетку тела у нас 10 микроорганизмов приходится. И если возникает состояние дисбиоза, на одну клетку до 50 микроорганизмов начинает приходиться. И тогда их метаболиты, это уже основа наших опухолей, основа затвердений в теле. Значит, мы обязаны с вами регулировать численность микробиома. Мы с ним ничего не сделаем. Это нам подарок с маминой матки. Мы с ним живем спокойно, но нужно, чтобы не было дискинизии желчеводящих путей. Нарушение кислотно-щелочного равновесия, нарушение регуляции рефлекторной деятельности тела и иметь хороший иммунитет. Через лимфатический массаж мы восстанавливаем иммунитет. Он регулирует численность микрофлоры. Мы все с кандидой, но с разным ее количеством. Мы не должны допускать увеличение количества нашего микробиома. Да будет наша жизнь с нашими друзьями вне конфликта. Болезнь – это конфликт с нашей микрофлорой. А нам надо с вами прожить эту жизнь с ними в консенсусе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова